8.00 в столице Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. С сегодняшнего дня казахстанцы смогут находиться в Китае без визы почти месяц. Такая же возможность появилась и у граждан Поднебесной. Теперь они также получили возможность находиться в нашей стране без получения визы 30 дней. Речь о поездках, цель которых туризм, лечение, бизнес, транзит и международные перевозки. Закон о ратификации соглашения о взаимном безвизовом режиме между двумя странами вступил в силу. Между тем, больше 1300 случаев заражения корью регистрируют в Казахстане каждую неделю. Об этом сообщила председатель правления Национального центра общественного здравоохранения. Монар Смагул говорит, что определенного лечения от этой болезни пока нет. Поэтому единственный способ обезопасить детей – это вакцинация. За последние несколько дней прививку от инфекции получили больше 8 тысяч маленьких пациентов. В поликлиниках страны вакцинируют детей, которые не имеют статуса вакцинации, а также контактных взрослых. В Казахстане корью уже заразились больше 13 тысяч человек. Из них 11 тысяч – это дети. Эффект мы увидим чуть позже, потому что нам необходимо время, чтобы сформировался иммунитет. После получения прививки необходимо обратно-таки воздержаться от мест скопления людей, потому что в течение больше, чем 2 недели необходимо для формирования иммунитета. Последствия кори очень чреваты своими осложнениями. Согласно статистике, из тысячи заболевших детей у одного может развиться коревой энцефалит. Вы смотрите утренний выпуск новостей. С вами Арстан Балтин. Больше 100 тысяч казахстанцев нуждаются в паллиативной помощи. Она направлена на уход за людьми с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. Дает возможность облегчить физическую боль и получить моральную поддержку пациентам. Но эта область медицины, по словам депутатов и общественников, имеет ряд проблем в нашей стране. Это и нехватка специализированных хосписов, дефицит врачей, паллиаторов и скудное финансирование. Полина Зачиналова продолжит. Этот кислородный концентратор – постоянный спутник 52-летней Мадиды Кошакбаевой. У женщины рак легких. Последняя стадия. В паллиативном отделении столичного медцентра она находится больше недели. И уже привыкла к небольшой палате и постоянной тишине в коридорах. О своей болезни узнала 6 лет назад, когда проходила скрининг. Длительное лечение не дало своих результатов, рассказывает женщина. У меня злокачественная опухоль, и в моем состоянии сейчас нужно постоянное наблюдение врачей. Делать различные процедуры дома – это сложно. Поэтому я здесь. Медперсонал за мной ухаживает. Я лично так думаю, что слова – это наше здоровье. Знаете, сил дает нам. Поэтому поддержка нужна именно добрым словом. Сейчас больше 100 тысяч казахстанцев нуждаются в паллиативной помощи. Терапия направлена на облегчение физической боли и эмоциональной поддержки людей с тяжелыми, неизлечимыми заболеваниями. Но в нашей стране, по словам мажористменов, не оказывается адекватная поддержка такой категории граждан, в том числе больным детям. Многие медицинские организации стараются избавиться от таких больных детей, направляя их домой в этот инкурабельный период. Помощь детям в получении болеутоляющих, причем сильнодействующих препаратов, препаратов группы морфий и так далее, он доступен только в поликлиниках и в больницах. Когда ребенок находится уже дома или в частном хосписе, как это часто бывает, где он доживает свои последние дни, он лишен такой помощи. Сейчас в Казахстане не хватает специализированных хосписов. По данным Минздрава, таких в стране работает всего 12. Палиативную помощь оказывают и в отделениях при больницах и в онкоцентрах. Это почти 200 медучреждений. Ежегодно там требуется обновлять необходимый инвентарь и оборудование для ухода за пациентами. Но выделяемых для этого средств недостаточно. Для них существует такой тариф, койка-день. Тариф на койка-день так называемый. И он составляет 11 877 тенге 12 тенге на сегодняшний день. При том, что фактические затраты хосписов примерно составляют около 20 тысяч уже. Не могут позволять себе обновлять мягкий инвентарь. Я уже не говорю о том, что там нужны различные приспособления, которые не входят в этот тариф. Такие, как кислородные концентраторы, электроотсасыватели, ванны, ванны, кровати. Но это такие тяжелые больные, которые не могут вставать сами, не могут ходить. То есть там есть вообще оборудование, вообще ничего нет. То есть даже уборная, даже в том краю, а палата в другом краю. Понимаете, 90 килограмм человек лежит в постели, как их умывают. Требует изменений нормативно-правовая база. В первую очередь это касается правил назначения сильнодействующих анальгетиков. Опиоидные препараты выписывают больным лишь в последние дни их жизни, говорят специалисты. Причем в малых количествах и только с онкопатологиями, исключая пациентов с другими, не менее тяжелыми и мучительными заболеваниями. Существует клинический протокол. Этот протокол далеко не все врачи у нас знают. Врачи еще подвержены огромному количеству стереотипов, мифов и предубеждений против этих препаратов. Очень часто можно услышать от врача, к сожалению, что ну морфин давайте в самую последнюю очередь будем. Чтобы избежать таких мифов, нужно начинать с тотального обучения и переобучения медиков. Преподавать курсы палеотивной помощи в медуниверситетах и колледжах. А еще наладить собственное производство обезболивающих препаратов. Полина Зачналова, Ербол Дайиров, Асхат Куркашиев, Хабар, 24. Больше 60 пожаров произошли в частном секторе с начала отопительного сезона в Акмолинской области. В них погибли 4 человека. Такой тревожной статистики обеспокоены специалисты. Несмотря на все профилактические меры, главной причиной остается нарушение правил безопасности при использовании электрического оборудования и отопительных печей. За последние 3 месяца пожарные обошли 108 тысяч частных домов, где зарегистрировали свыше 5000 нарушений. Население, в первую очередь, пренебрегает правилами пожарной безопасности. Вот мы говорим, что все 4 факта гибели людей у нас, во-первых, связаны с халатностью людей. То есть из 4 погибших, 3 у нас находились в алкогольном опьянении. То есть состояние сна, непотушенная окурок, либо спичка, или с причинами пожара. Опять же, при проведении профилактических работ зачастую мы сталкиваемся с такими фактами, что люди не запускают нас домой, либо отсутствуют дома. То есть не до всех мы можем довести все те требования правил пожарной безопасности. Улицы в районе Ханагат, близ Актобе, утопают в грязи. Во время дождей дороги превращаются в сплошную полосу препятствий. Жители говорят, что дети с трудом добираются до школ из 32. Улиц в жилом массиве асфальтированы только 3. Наталья Салькова расскажет. Алия Ауизбаева вместе с супругом и четырьмя детьми переехали в район Ханагат 2 года назад. Старшие ходят в школу, младшие в детский сад. Во время дождей дороги сильно размывает, рассказывает многодетная мать. И походы в детсад и школу для детей и родителей становятся настоящим испытанием. Вообще нет дорог. Родители детей, дети, которые ходят в садик, они их на горбу тащат. А дети, которые идут в школу, они ходят в резиновых сапогах до колен. Дети падают, их засасывают, они возвращаются обратно. Хорошо, если у многих есть машины, они выбираются. Очень тяжело, это невозможно добраться до элементарного, до школы, до садика. Этот район в последние годы активно застраивается. В жилом массиве около 700 домов, в которых проживает почти 5000 человек. Здесь 32 улицы. Асфальтовое покрытие есть только на тех, по которым курсирует общественный транспорт. А по остальным дорогам в непогоду не пройти, не проехать, говорят жители. Некоторые жители вынуждены покупать за 50-60 тысяч щебень и засыпать им территорию возле домов. В ЖКХ нам говорят, что работы идут, но мы не видим результатов. За последние 8-9 лет ничего не изменилось. Отсутствие асфальтированных дорог – проблема многих новых микрорайонов, признают чиновники. К району Астана в областном центре относятся 20 жилых массивов. Сейчас в них асфальтировано только 10% улиц. Чтобы дороги не утопали в грязи, их засыпают щебнем. В жилом массиве Канагат щебень планируют уложить на дорогах протяженностью 5,5 километров. В основном возле школ и детских садов. Конкурс по определению победителей в данный момент проходит. Приняли участие 12 фирм. На данный момент проводится работа по рассмотрению документов. Мы планируем к 15 ноября начать работу по прокладке щебеночного покрытия по жилому массиву Канагат. В этом году в населенных пунктах щебнем застелили 20% дорог. Что касается асфальтирования, то в планах на следующий год уложить такое покрытие на главных улицах всех жилых массивов. Цена на нефть марки Brent упала ниже 81 доллара за баррель впервые с 24 июля. Одна из основных причин – снижение спроса на топливо со стороны Китая и Америки, говорят эксперты. По их прогнозам, мировая цена может опуститься и до 60 долларов за баррель. Но это не повлияет на казахстанский рынок нефти. Экономист Айдархан Кусаинов утверждает, снижение цен на бензин и прочие услуги в стране ждать не стоит. На самом деле цена на нефть внутри Казахстана вообще не зависит от Brent и от всех котировок. И это тоже очень важно. Все равно, что 100 долларов, что 20 долларов. Специфика такова. В Казахстане существует обязательство по поставке на внутренний рынок. То есть если, ну там просто расписывают, ты должен поставить столько-то тонн, столько-то тонн, иначе мы не даем тебе квоту на экспо. Иллюзия, которую я часто вижу в публичном пространстве, что у нас как-то внутренняя цена, цена на бензин, как-то двигаются из-за мировых цен. Полная чушь. Лодка с 81 мигрантом прибыла на Канарский остров Эль-Еро. Один человек на борту судна скончался, остальные срочно нуждались в медицинской помощи. Пять нелегалов госпитализировали в больницу в порту Ларестинга. Только за последнюю неделю туда прибыли больше 850 человек. Многие из них страдают от переохлаждения и обезвоживания. Большинство нелегалов прибывают на Канарские острова из стран Западной Африки. Отмечу, в этом году остров Эль-Ейро принял больше мигрантов, чем его собственное население, составляющее 9 тысяч человек. Ну а сейчас в Португалию. Там решили распустить парламент и провести досрочные выборы. Об этом президент страны объявил с трибуны после заседания Государственного совета. Решение принято незадолго после того, как премьер-министр Антонио Кошта ушел в отставку из-за подозрений в коррупции. Новые выборы в стране пройдут 10 марта 2024 года. Представитель социалистов Кошта до выборов будет оставаться в должности временного премьер-министра. Португальцы призывали принять решение по поводу ситуации, связанной с падением правительства из-за отставки премьер-министра. Я принял решение о распуске парламента и назначении новых выборов на 10 марта 2024 года. На северо-восток Кении обрушились мощные наводнения. Сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома. По данным Кенийского общества Красного Креста, после обильных ливней в регионе погибли 15 человек. Дожди в нескольких регионах Кении идут в середину октября, в результате чего затоплены большие площади сельскохозяйственных угодий. Больше всего от удара стихии пострадали северные районы страны. Ученые это связывают с последствиями глобального изменения климата, которые вызывают более интенсивные и частые экстремальные погодные условия. Нам негде готовить еду, потому что все время идет дождь. Вода намочила почти все наши вещи. Нам нечем закрывать крышу. Везде вода. Сильные дожди обрушились и на юг Парагвая. Сильнее всего пострадал город Айолас. Сотни людей были вынуждены перебраться в убежище. По данным Национального министерства по чрезвычайным ситуациям, от наводнений пострадали почти 35 тысяч человек по всей стране. По прогнозам синоптиков, на выходных дожди усилятся. Ну а сейчас к берегам Японии. Там появился новый остров. Он образовался в результате извержения подводного вулкана у побережья острова Ивота. В 1200 километрах к югу от Токио. Это самый новый остров в мире. По данным ученых, в конце октября затвердевшая магма вышла на поверхность моря и стала накапливаться. Да, извержения образовали сушу диаметром почти 100 метров. По мнению экспертов, новый остров может увеличиться в размерах или изменить форму, если извержение продолжится. Но также может и исчезнуть под водой. Новый лечебно-оздоровительный центр появится в Алматы. Его построят в центре города на месте временной автостоянки. Комплекс оснастят современным оборудованием. Жители смогут получить сразу несколько видов медицинских услуг. О том, как к такой идее относятся сами алматинцы в сюжете Рауля Габитова. Построить оздоровительный центр предприниматель Осет Ракишев планировал давно. Пока комплекс проектировали, обустроил на пустом участке паркинг. Но недавно бизнесмен вернулся к изначальной идее. Правда, чтобы построить лечебный центр, часть автостоянки придется освободить. Ну, конечно, я не совсем за. Но я понимаю, что мы ничего сделать не можем. Но если это будет все в рамках закона... Два автомобиля у нас в семье. Да, мы парковали на стоянке. А еще, считают активисты, оздоровительный центр может спровоцировать коммунальные проблемы в микрорайоне. В этом участке, где сейчас 100 домов в нашем микрорайоне, раньше было два автопарка и была два автобусная базы. Вы понимаете, да, это, получается, была промзона. И, соответственно, инженерные сети были рассчитаны на промзону. Пятиэтажки потом застроились. И сейчас просто, получается, инженерные сети они не выдерживают. Предприниматель обещает, нагрузок на общую сеть не будет. Для этого к зданию проведут отдельный водопровод. Это очень ошибочное мнение. Дело в том, что для данного проекта мы получили все эти условия, не только по воде, также по газу и по электроэнергии. Все данные коммуникации к этому проекту мы будем тянуть. От городских сетей, откуда есть возможность подключения по данным мощностям. Мы не планируем подключаться к коммуникациям ближайших домов. Некоторые люди позитивно смотрят на строительство такого объекта, учитывая, что это будет уже хорошо озелененный объект с медицинской направленностью. Прежде чем получить разрешительные документы, бизнесмен прошел всю необходимую процедуру согласования. Процесс не простой, но необходимый. Сам бизнесмен говорит, что предусмотрел все нюансы. Учитывая пожелания жильцов, акимата, мы оставили часть территории под парковку. Там порядка 50 мест, если не может, даже больше, которые на сегодняшний момент функционируют и будут функционировать дальше. Но жители, к сожалению, даже эти 50 мест на сегодняшний день не используют. Есть пустые парковочные места. Застраивать участок полностью осет Ракишев не планирует. Говорит, часть оставит под паркинг. По словам предпринимателя, проект обсуждался с жителями. Им рассказали о его преимуществах. В нашем существующем бизнесе не хватает медицинской направленности. Поэтому в данном проекте мы хотим очень сильно развить данное направление. Около 15 видов спортивных массажей. Там будут находиться монолисты, солевые камеры. Легкое диагностическое оборудование там будет стоять. Также там будут ряд специалистов, терапевтов, лорд-кабинеты, дневной стационар. Прокомментировали ситуацию и в районном Акимате. Специалисты утверждают, собственник вправе сам решать, как распоряжаться принадлежащим ему участкам. Естественно, в рамках закона. Согласно данным Управлению городского планирования и урбанистики города Алматы, они получили архитектурно-планировочное задание, прошли градостроительный совет и на градостроительном совете получили положительное решение. На сегодняшний день они на стадии получения расширенных документов. Если все документы будут получены в соответствии с требованиями закона, могут начинать стоять монтажные работы. Тем временем, к строительству оздоровительного центра предприниматель планирует приступить в ближайшее время. Заработает комплекс уже через полтора года. Рауль Габитов, Марат Диханбаев, Хабар-24, Алматы. За ночные гулянки детей больше двухсот родителей привлекли к административной ответственности в Шымкенте. Мамам и папам теперь придется оплатить штрафы. Мобильные группы ювенальных полицейских и сотрудников управления образования ежедневно проводят рейды по ночным улицам и увеселительным заведениям. В школах проводят разъяснительную работу. В этом году статистика о правонарушении среди несовершеннолетних демонстрирует рост. Шымкенские подростки стали чаще совершать кражи. За два дня проведения оперативных мероприятий по городу Шымкент было выявлено 303 правонарушениям. Из них за нахождение несовершеннолетних беззаконных представителей было привлечено 235 родителей. И также нахождение несовершеннолетних в ночных клубах, ресторанах, компьютерных клубах было привлечено 76 руководителей данных предприятий. Волонтерское движение «Служба экономических расследований» создали в Туркестане. Ее члены проходят серьезный отбор, сдают тест на IQ, пишут СЦ и выступают с презентацией о своем видении деятельности движения. Организация будет заниматься повышением финансовой грамотности и профилактикой лудомании. Движение создали по инициативе Департамента по финансовому мониторингу. По словам специалистов, лудомания сегодня является актуальной проблемой общества. С начала года в области закрыли 24 подпольных казино. Против организаторов незаконных азартных игр возбудили 20 уголовных дел. Наша цель – профилактика лудомании – профессионально вести разъяснительную работу. Надеясь, общими усилиями мы сможем противостоять финансовым мошенникам. Будем просвещать людей, чтобы уберечь их от пагубных увлечений. Астана Опера блистательно выступила на 8-м международном фестивале музыкальных театров «Видеть музыку» в Москве. Спектакль «Шелковая лестница» России собрал аншлаг и получил высокую оценку музыкальных критиков. Гастроли театра прошли при поддержке Министерства культуры и информации, а также посольства Казахстана в России. На спектакле побывала Дана Нуржан. Площадкой для гастрольного выступления Казахстанского театра стал Центр оперного пения Галины Вишневской. Премьера комической оперы «Шелковая лестница» театра «Астана Опера» впервые увидела свет в 2019-м. С тех пор спектакль активно представляет, выезжая с ним на гастроли по городам Казахстана и ближнего зарубежья. «Этот спектакль отличается тем, что он требует очень большой виртуозного пения и колоратура не только здесь сопрано, а каждый голос является колоратурным. То есть у нас и тенор колоратурный, и мецо, и, конечно же, бас колоратурный. И это накладывает определенную ответственность на всех исполнителей». Опера-фарс непроста в исполнении. Помимо безупречного владения техникой бельканта, она предполагает и прекрасную актерскую игру. Солисты «Астана Опера» блестяще справились с задачей, воплощая тонкие нюансы характера в своих героях. Артисты завоевали сердца аудитории. «Для просто московской публики познакомиться с очень сложной, малоисполняемой оперой России, которую вы привезли, это большое счастье на самом деле. Тем более, что сегодня «Астана Опера» — это собрание очень серьезных музыкантов, серьезных оперных певцов. Смелый выбор произведения, высокий профессионализм и виртуозное исполнение покорили и московских театральных критиков. Дана Нуржан, Шахзот Гамиров, Россия, Хабар, 24. Фрагмент казахской цветущей степи воспроизведут в одном из красивейших парков Парижа — саду «Богатель». Там рассадят луковицы тюльпанов, привезенных из Казахстана. Причем по настоянию местных ботаников высадка должна быть хаотичной, чтобы достичь максимального сходства с натуральной средой обитания дикорастущих тюльпанов. 2200 луковиц были отправлены из Шемкента в Париж. Цифра символизирует древнюю историю казахстанского города. Свой выбор организаторы остановили на тюльпане Грейга, считающегося прародителем всех тюльпанов мира. Этот вид в дикой природе растет только в Южном Казахстане. Парижские ботаники высоко оценили столь ценный подарок и приглашают всех вернуться в парк весной, чтобы впервые здесь полюбоваться цветением казахстанских тюльпанов. Сегодня отношения Казахстана и Франции не ограничиваются экономикой, а простираются на все сферы жизни. И это хотелось показать. Поэтому из великой степи, из земли наших предков привезли эти тюльпаны, посадили в землю здесь, во Франции. И теперь ежегодно наши соотечественники, живущие здесь и приезжающие в качестве туристов, смогут любоваться цветочным красным ковром. Идея была показать настоящее богатство нашей земли. Мы были больше, чем тронуты в самое сердце интересам города Шимкента, который решил таким образом отметить 2200 лет своей истории, благодаря поддержке дипломатов, передав нам луковицы тюльпана Грейга, предков всех тюльпанов мира. И мы теперь ответственны за то, чтобы познакомить с ними нашу публику и поддержать обмен между Францией и Казахстаном. У нас есть полтора миллиона луковиц, которые цветут весной. Это в буквальном смысле обширные цветочные ковры. Мы приглашаем всех прийти и увидеть это весной. И среди всего этого у нас будет 2200 тюльпанов Грейга, которые приехали к нам и теперь являются настоящими символами. Не буду скрывать гордость хранить их в нашей ботанической коллекции. Ну и в завершении немного о погоде. Усиление ветра, осадки, гололед и туман прогнозируют синоптики на большей части Казахстана. Штормовое предупреждение объявлено на западе, юге, севере и в центре республики. В Жамбулской области ожидается дождь со снегом и порывистый ветер. В Мангистауской пыльная буря. В Шимкенте, по данным КАЗ Гидромет, сегодня неблагоприятные метеорологические условия. На большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки в виде дождя и снега. Также усилится ветер. На севере же республики ожидается гололед. По стране прогнозируются туманы. В столице нашей республики 10 ноября в городе Астана ожидается переменная облачность. Временами осадки в виде дождя и снега, а также туман. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Вам хорошего дня. Берегите себя. Увидимся обязательно.